Снять жилье в Одессе и не попасть в ловушку аферистов. Сергей и Дарина решили найти квартиру в интернете. Посмотрев фото понравившегося варианта, позвонили риэлтору. Позвонили туда, нам сообщили о встрече, мы сразу же туда подошли. Ну и опять же пришли туда, подписали контакт, посмотрели его. Вроде бы ничего особо такого не было подозрительного, от того мы сразу и согласились. Опять же в этот же день мы хотели поехать на встречу с этой хозяйкой, она не явилась. Мы простояли плачевский два часа, позвонили материалтору в эту компанию. И она сказала, что завтра вот будет. Ну и завтра опять же пришли на следующий день. И никого опять же не было. В договоре несколько скользких моментов. Во-первых, адрес компании дописан от руки. Во-вторых, пункт 9 и 5 позволяет предприятию расторгнуть договор, если клиент своими действиями оскорбляет компанию или ее сотрудников. В-третьих, исполнителем выступает одна фирма, а в договоре фигурирует другая. После подписания документа ребята договорились о хозяйкой о встрече. Сначала она переносила ее под различными предлогами, потом и вовсе. Телефон оказался отключен. Мне эта ситуация совершенно не понравилась. И я решила, что все, я хочу расторгать договор, не хочу ничего больше, получать информацию. Мне сначала сказали, что не положено, что ждите месяц. Потом сказали, что ладно, мы пойдем на встречу, можете написать заявление досрочно, и мы вам расторгнем. Я звонила там каждый день раз по пять, что вот рассматриваем, рассматриваем. В итоге они вроде рассмотрели, сказали, что отошлют мне письмо на почту. Письма Дарина так и не получила. Позвонив реалтору Ксении, в очередной раз услышала, что если не перестанет так часто звонить, то деньги ей не вернут. Девушка обратилась в полицию. Там ответили, состава преступления нет. И посоветовали сразу обращаться в суд. Обманутые молодые люди сдаваться не намерены. Буду кошмарить директора, буду кошмарить Ксению. И я хочу пойти в союз защиты потребителей прав, узнать, что можно с этим сделать. И напоследок несколько правил. Главное, нужно убедиться в том, что жилье сдает в аренду владелец или уполномоченное им лицо. Второе, арендодатель должен предоставить подтверждение, что ни члены семьи, ни совладельцы квартиры не против сдачи жилья в аренду. Также не стоит рисковать с агентствами, которые предоставляют информационные услуги, так как очень часто это фирмы-однодневки. Продолжение следует...